Уназилась тема спрития. Я начну по-русски, а потом, если будут вопросы, на любом языке уже буду отвечать. Мне действительно очень приятно быть на живом действующем предприятии. К сожалению, вот мы сейчас очень много ездим. Сегодня были во Флорештах. Люди говорят, у нас закрылся консервный завод, у нас закрылся стекольный завод. В Вунгенах плачут, что закрылся консервный завод. В Бессарабке закрылось два депо по ремонту вагонов. В Пшеневе закрылась фабрика «Алимком». Об этом мало говорят, но предприятия не то, что не открываются, они еще и закрываются. И сотни, тысячи людей остаются без работы. И, конечно, это один из уникальных случаев, что 800 человек у вас имеют работу, и хорошую работу. Самое главное, чтобы они оценили это. Оценили. И, может быть, вы не хотите никаких перемен в стране. Но мы, например, выступаем за тем, что... Ой, еще как мы хотим. Потому что мы выступаем за радикальные такие перемены в Молдове. Знаете, меня зовут Дмитрий Чубашенко, я кандидат от нашей партии Рината Усатова на пост президента. Мне 53 года, я 30 лет работал журналистом в разных газетах, политикой не занимался, хотя я все про нее знаю. Но Рината Усатый, он не может участвовать в выборах, его сняли с выборов фактически. Потому что возраст оставили 40 лет, ему 37, и он не может баллотироваться, хотя хотел. И он мог бы выиграть эти выборы и решить те проблемы, которые он обещал решить. Так же, как два года назад его сняли с парламентских выборов, в последний момент, когда он должен был взять, его партия должна была взять большинство, в ноябре 2014 года, ее в последний момент сняли. Но партия предложила мне быть ее представителем, быть ее кандидатом на выборах. Я согласился, и когда мы обсуждали нашу программу, мы договорились, пришли к общей позиции, что мы очень решительно настроены на перемены, на то, чтобы поменять дела в Молдове. Мы говорим, что это невозможно без того, чтобы не отправить в отставку нынешний парламент, не избрать новый парламент, новое правительство. Это как первые шаги. А дальше мы видим принятие новой конституции, в которой должны быть решены очень многие вопросы, такие как, например, режим правления. Мы выступаем за сильную президентскую республику, такую, как Белоруссия, Россия, Франция, Соединенных Штатов, чтобы президент мог руководить правительством, назначать, снимать министров, прокуроров, представителей на местах. Мы за то, чтобы сократить численность депутатов, как минимум до 71 со 101. Мы за то, чтобы снять иммунитет с депутатов, с судей, за то, чтобы в этой конституции решить приднестровскую проблему. За то, чтобы мы, например, я не вижу смысла в том, чтобы в Молдове была армия. Армию нужно ликвидировать, но чтобы не выкинуть всех этих офицеров, сотрудников на улицу, можно создать другие структуры, такие как национальная гвардия, существует в разных странах, или типа войска карабинеров, которые бы поддерживали общественный порядок и помогали при преодолении последствий каких-то стихийных бедствий, вот такую структуру, не военную армию. Мы за то, чтобы граждане других государств, вернее, люди с двойным гражданством лица, не могли занимать важные должности в государстве. Чтобы только граждане Молдовы были депутатами, министрами, судьями, судьями конституционного суда. И наш главный пункт программы – это указ президента номер один о распуске парламента. Он звучит так. Указ номер один о распуске парламента. Во исполнение воли граждан, выраженной на выборах президента Республики Молдова, на основании статьи 2, статьи 38, статьи 39 Конституции Республики Молдова, президент Республики Молдова постановляет. Первое. Распустить парламент 20-го созыва. Второе. Назначить выборы нового парламента. Третье. Настоящий указ вступает в силу с момента подписания. Если такой указ будет подписан в ноябре, то уже к марту-апрелю мы можем иметь новый парламент и новое правительство. Вопрос только в том, чтобы люди поддержали этот указ. Мы говорим, что это не наш указ, не мой, не у Сатова, не нашей партии. Это фактически указ каждого избирателя, который голосует за кандидата нашей партии. Он как бы ставит подпись свою на этом указе и дает президенту полномочия, наказ, такое решение утвердить. И если президент получит такую поддержку, он ни минуты не сомневаясь, подпишет такой указ, у него будет за спиной поддержка людей, сила народа, воля народа. И мы сможем расчистить путь для утверждения в Молдове новой власти. То есть мы отличаемся чем от других участников выборов. Вот спрашивают, чем вы лучше, хуже. Я не знаю, чем лучше, я могу сказать, чем отличаемся. После того, как фактически сняли с выборов Андрея Анастасии, руководителя платформы, который тоже критиковал Плохотнюка, мы остались единственной силой, которая очень жестко выступает против вот этой системы Плохотнюка, которая об этом уже написали во всем мире, захватила государство, украла миллиард, занимается коррупцией и так далее. Другие не предлагают способ, как эту власть убрать. Они говорят, что мы будем проводить какие-то реформы, менять систему, но они не говорят, как и когда. Мы предлагаем очень сделать это быстро, одним ударом, одним таким указом. Мы считаем, что это очень реально. Сейчас обо мне мало кто знал, но Рената Усатова все знают. У него очень сильная партия, очень сильная команда. Это настоящие такие патриоты, люди буквально фанатики, они работают сейчас на выборах. Работают, кстати, без денег, в отличие от других партий, которые там все за деньги делают. То есть все сторонники Усатова, они уже как бы знают, что кандидат нашей партии это Чубашенко. Меня тоже многие люди знают как журналисты. То есть мы расцениваем наши шансы как очень хорошие и настроены очень решительно. Тогда это если очень-очень коротко, я могу вам два часа говорить по разным направлениям. Я хочу задать вопрос. Почему все президенты, которые хотят стать президентом, они все время, когда... Как это звучит, Роман? Да, Роман. 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 Цень, как свои примесли дома усатые, что тот с черт ажитор. Тот с черт ажитор. Пенсионары, мамы, инвалиды, спортивы, артишки, операционные, репарации. Ну, хватит у сын, у него, он с лакояски, тот статус, губернули, министерии, ну, хватит всякая часть лукру. Дома Усатый не с компромис, он больше не работал как примар в Белц, и в этот год в Белц не было никаких скандалов о коруптии, не знаю, окузации, не знаю, о фурт, о фуртах, о фуртах, о фуртах, о фуртах, о фуртах. Дома Усатый не сомнится очень сложная, несколько схемов о коруптии в Белц, и он не может сделать орден. То есть, это первый аргумент. Дома Усатый есть новый политичан, некомпромис, чинстит, не тратит. Дома Усатый не могу сказать ничего ровно о Дома Усатый. Аккума есть понегрит на все каналы телевизионного Плахотнюк, потому что Плахотнюк система идея. Дома Усатый предупреждает некоторые излучения, которые будут доказать, что Дома Усатый Плахотнюк есть один криминал интернационал, ащептим мы эти излучения в зале апроприятия. Как привести к мне, я в общем, я имею в виду очень большую инзиаристику, около 30 дней, я был кратко журналист. Плахотнюк, который по негрешке Плахотнюк, Андрей Настась, и тот, и тот, и тот, и нас здесь много сытный миг здесь применения, ничего компромата. Ше-и бурсимбуртаQ. НаучеСамерекрушезен. Пентри, кем винид данную виним, но и эксплектом пентри частица демной, Ка саузъзден при Масульсо, ной дин Вон, ной дин Патидин Преса. Саузъздила на ной пентриченой плетем, пентри оческе грекке, привирила дисглавария парламентулы. Ной ной в индемном са, вот адз, пентри ну внучешше ввод. Мы информаем, что вырислили, что вырислили, что вырислили. Их вырислили. Их вырислили, что вырислили, что вырислили. Их вырислили. И я вам принесу, что вырислили. Я сейчас прошу прощения, Пиробила, уважаемый консилиер активный. В связи с тем, что 10 тысяч человек попросили помощь, мы будем 10 тысяч один. Помогите на воде порядок вокруг фабрики. О, что хорошая. Я начну и привлек. Полицию, карабинеры. Какую полицию? Полицию Республики Молдова. У меня нет полиции дома. Нет, я имею в виду. Потому что сейчас каждый район невозможно понять. Это республиканская, это городская. Нет, дома директор. Это очень большая проблема. И как мне сказали, каждый месяц из того, что есть отдельные люди, я не знаю, собирают 7 миллионов в месяц. Получается 60-70 миллионов леев. Они собираются от тех людей, которые продают кукуши и гаины возле фабрики Иоаннел. Они там все вместе в одной мафии. Плохотнюк их крышует. И мы говорим кишиневцам и людям в других регионах. Например, где-то в 20 районах демократическая партия имеет свое руководство. И там тоже очень много злоупотреблений, как в Кишиневе. Мы говорим, что как только мы верхушку срежем, то все остальное посыпется у них автоматически. Кирдака будет бежать до румынской границы за 15 минут. Потому что на него уже сейчас 600 уголовных дел возбуждено за злоупотребление в премарии. Но этим делам никто не дает хода, потому что у него есть крыша. Дядя его, Плохотнюк. То есть сверху надо все начинать чистить. Дома Чебашенко, вы прекрасно понимаете, что у нас муть в голове уже у всех. Каждый вечер мы что-то такое видим, что нам страшно становится. Читаешь страшно. Мы уже не знаем, кто уже что воровал, кто с кем поделился. Кажется, что уже все обворовано. Но поверьте мне, я говорю как гражданка Республики Молдова. Каждый вечер становится страшно. Может быть стоит договориться между собой, чтобы не все это показать. Потому что мы потеряли веру. Понимаете, одного на Плохотнюка, Плохотнюк на того. Нас народ интересует другое. Порядок, стабильность, стабильную экономику. Нам нужно, чтобы эта культура в политике, между прочим, была наподобие как рабочая культура. Но я не могу ее сравнить, но в принципе так, потому что попа мокрая, пока ты будешь зарабатывать деньги, часть денег ты уже все налоги отчисляешь, и получается на самом-то деле стало тяжело работать. Люди не хотят работать в нашей стране. Люди уезжают за границей. Я не знаю, что кого там, что ждет, а нам, извините, пожалуйста, через какое-то время, что если на одного рабочего 0,94 пенсионера, то давайте мы через год, значит это выровним ситуацию, и откуда деньги платить пенсии? Пенсионеры, я вам один пример. Все знают, что украли миллиард долларов, да? Про один миллиард точно знаю, это украли, наверное, больше. И я посчитал, у нас 700 тысяч пенсионеров, средняя пенсия 1200 леев, 60 долларов в месяц. Я поделил, этот миллиард, это пенсия всех пенсионеров за два года. Это бюджет Министерства образования за 12 лет, Министерства здравоохранения, 800 миллионов на этот год, за 25 лет. То есть вот один из источников, я могу много еще рассказывать, что означает этот миллиард. Это огромные деньги для нас. Вернуть хотя бы часть этого миллиарда, прекратить воровство, это само собой нужно делать. Но, конечно, без того, чтобы поднимать экономику и не развивать производство денег, не возьмешь денег ни в социальный фонд, ни в бюджет, чтобы можно было перечислять в тот же социальный фонд какие-то трансферты делать. И пенсионеры, они плачут, вот по всей республике люди плачут, ну как можно жить на эти деньги. И мы говорим, что, к сожалению, мы вас обрадовать ничем не можем. Если мы не начнем работать, то через 7-8 лет вообще, может быть, не будут платить людям пенсию. Потому что этот соцфонд, он просто обанкротится. Вот видите, я оптимист еще по сравнению. У него гражданство и сколько? У него молдавско-российское гражданство. А если вы станете президентом, он какую должность хочет взять? Он пока ничем не хочет, он пока хочет, чтобы я стал президентом. То есть, если будет избран новый парламент, он там будет иметь самую большую фракцию. То есть, пока он примар города Бельц, будет иметь самую большую фракцию. Эта фракция в коалиции с кем-то еще будет формировать правительство. Возможно, он займет какую-то должность в правительстве. Возможно, он станет, допустим, секретарем Совета безопасности при президенте. А когда ему исполнится 40 лет, или если мы поменяем конституцию и вернем возраст до 35 лет, то он сможет баллотироваться и в президенты. То есть, у него выбор большой, я не знаю... Он откажется, да. Он сказал, что он откажется от российского государства. Откажется, да. Публично сказал высоты. Чего партия вы имеете? Пофтим? От первой лица, они... Мы не понимаем, что это вопрос. Мы боремся за викторию. И мы говорим, что в тюрьме 2, партия нашего партия, он восстанет к кандидату. Другой ответ мы не имеем. Я не был партия, но я знаю партия нашего партия очень близко. А как я умер в районе, что мы относимся к активистам партия? Я сказал, что мы все хотим. Да. Про вектор, да. Мы говорим, что эти выборы, они не должны быть про геополитику. Это фальшивый путь, ложный. Нас обманывают. Одни говорят, что мы должны в Евросоюз идти. Хотя в Евросоюз понятно, что Молдову никто не возьмет. Другие говорят, что мы идем... Вернее, два года назад говорили, что мы приведем Молдову в таможенный союз. Сейчас уже не говорят об этом. Но в таможенный союз или в Евразийский союз, как он сейчас называется, Молдову тоже не возьмут. Сейчас власти Молдовы слишком сильно сдвинулись в сторону Запада. И это делается против России. Они дружат с Западом против России. Это неправильно. Мы должны этот маятник выровнять посередине. Не портить отношения с Европой, с Америкой, с Румынией. Мы не требуем, чтобы было отменено соглашение об ассоциации с ЕС. Надо там сохранять нормальные отношения. Но нужно восстановить нормальные отношения с Россией. У Усатого не очень хорошие связи в России. Город Бельце, он по братьям с Нижним Новгородом, с районами Москвы, Санкт-Петербурга. У него очень близкие отношения с мэром Москвы, Сергеем Собянином. То есть он работает в этом направлении, помогает нашим гражданам снимать запреты, депорты. Очень многое в этом отношении делается. И 23 октября, кстати, в воскресенье он проводит большую встречу в Москве с нашими соотечественниками в концертном зале гостиницы «Космос» метровой ДНХ. Если есть там родственники, знакомые, они могут пойти. И поэтому мы говорим, не надо дергаться ни в сторону Евросоюза, ни в сторону Евразийского союза. Надо стоять твердо у нас на нашей молдавской земле и наводить порядок здесь у нас дома. Потому что все это отвлекает, это спекуляции куда-то идти, хотя на самом деле никто никуда не идет и никуда не берут. Если кто-то захочет завтра в таможенный союз вступить, это невозможно сделать, потому что между нами и Россией есть Украина, а у Украины очень сложные отношения сейчас с Россией. И она просто не позволит нам вести эту торговлю. Чисто заблокирует нас и все. С другой стороны, мы поссоримся с Румынией. Они могут организовать в Кишиневе Майдан, как это делается, госпереворот, и на этом все закончится. Поэтому лучше стоять на месте, заниматься нашими внутренними проблемами, дружить со всеми. Если кто-то через 5 или 8 лет захочет провести какой-то референдум по внешнему вектору, ну пожалуйста. Но пока мы за то, чтобы наложить мораторий на все эти ненужные споры. Спасибо вам. Мне кажется, что мы столько дополнительной информации каждый раз получаем. И, наверное, эта информация, вот это общение с вами, платформа, которую вы говорите, наверное, каждому из нас позволит 30 октября подумать хорошо, за кого мы отдаем свой голос. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо вам. Удачи вам. Успеха вам. Спасибо, что вы… И, наверное, нужно молить Бога, чтобы мы все были здоровы. И те, которые хотят получить эту власть, сделать все возможное, чтобы наша Молдова была настоящей республикой, с миром, с стабильностью, чтобы все, будем говорить, иностранные клиенты, инвесторы захотели приехать сюда не со страхом, а с желанием, наверное, решать, сделать что-то хорошее. Спасибо вам. Спасибо.